Добрый день, вы смотрите Голос Америки. Это прямая трансляция на нашей странице в фейсбуке. Я Ксения Туркова и вы знаете, что каждую неделю мы обсуждаем публикации медиаресурсопроект расследования и исследования. И сегодня будем говорить о расследовании, которое посвящено общению российской власти со старцами. Зачем президент, премьер, губернатор и другие чиновники ездят в монастыри и каких советов там спрашивают. В общем, такая тема, которая очень многих интересует. Так что советую вам сейчас прильнуть к мониторам, к смартфонам, к чему вы можете прильнуть, чтобы слушать и смотреть Голос Америки. А обо всем этом нам более подробно расскажет один из авторов статьи. А пока краткая информация о том, какой же старец сейчас самый, если можно так сказать, модный и популярный. Самый популярный у российского руководства старец Илей – духовник-патриарха. К нему едут за физическим исцелением, чтобы очиститься духовно после выполнения ответственных задач, за предсказанием политического будущего и вообще советами по поводу мирской жизни и работы. Как выяснил проект, со старцем общается ближайшее окружение премьера Дмитрия Медведева. Например, супруга Светлана и бывший первый вице-премьер, а теперь глава Веба Игорь Шувалов. Собеседники проекта называют сразу нескольких бывших и действующих глав регионов, которые стоят в очереди к Илью. Это и калужский руководитель Анатолий Артамонов, и глава Брянской области Александр Богомаз, и исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Веглов, и замполпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский. Ездят к нему и силовики. Постоянный гость Илья как-то услышал разговор помощников старца. Якобы за одну страстную неделю приезжали 40 генералов. Отец Илья знаком с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, и ему в 2013 году предлагали организовать самолет в Киев, чтобы он поговорил с президентом, утверждает священнослужитель из Оптиной пустыни. Сошелся со старцем Ильем и президент России. Путин и Ильей встречались несколько раз, подтвердил проекту пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну а сейчас на прямой связи с нами журналист проекта Михаил Рубин. Миша, добрый день. Да, добрый день. Привет. Что побудило редакцию вообще взяться за эту тему? Ты знаешь, ну, как обычно разговор, просто это у меня была беседа еще довольно давно с одним чиновником, который совершенно между делом, ну, он там рассказывал о своих личных проблемах, и он между делом так мне сказал, что вот я собираюсь к одному старцу. Слышал ли ты когда-нибудь о таком старце? Я никогда не слышал, но я человек очень далекий, я там разных религий, и, в общем, я как только стал расспрашивать, то я сразу узнал, что это может быть для меня так далеко от очень многих людей этот старец Ильи очень близок. Во-первых, о нем знают все люди церковные, скажем так, для них это не новость, я даже слышал, да вот зачем вы об этом рассказываете, это же совершенно очевидно, то есть для любого человека близкого к церкви старец Ильи это очень и очень знаковая фигура, это такой человек напрямую связанный с чудесами, вот все люди, которые любят истории про чудеса вокруг церкви, это вот они вам всегда знают, там, не знаю, там был кто-то нездоровый, вот обязательно они приходят к старцу Илью, и всегда есть рассказы, что вот он за одну ночь там исцелил его мальчик, который не ходил, вот он тут же пошел и так далее, это вот всю историю, про него. Ну вот, так вот возвращаясь к этому моему разговору, вот этот вот чиновник, который мне рассказал про этого старца, он в свою очередь услышал об этом от своего начальства, он мне так и рассказал, собственно, что ну вот я столкнулся с проблемами, я вот знаю, что этот старец там решал проблемы, вел духовные беседы там, и дальше он стал перечислять там фамилии и имена своих руководителей, это действительно очень высокие люди, ну вот мы тогда очень впечатлились и дальше уже стали проверять всю эту историю. А чем популярен так именно Ильи? Вот тебе удалось получить ответ на этот вопрос, почему именно он? Ну, я долго об этом думал, но он популярен у простых людей тем, что вокруг него есть такой ареал чуда, вот он правда вокруг него есть, вот любой человек, который с ним бывает, не обязательно высокопоставленный, но обязательно расскажет 10 историй о том, как произошло что-то невероятное, вот у обычных людей он популярен именно этим. Значит, у чиновников, я думаю, и это, кстати, один из ответственных вопросов, почему нам интересна эта история, он человек с очень интересным мировоззрением, видимо, его мировоззрение отражает и то, что интересно очень многим чиновникам, оно такое любопытное, значит, во-первых, мы об этом подробно рассказываем, он экзорцист, он борец с дьяволом, любой человек, который, значит, там, неверующий, например, коммунист, например, это для него какие-то происки сатаны, он об этом всегда говорит, значит, он при этом очень ярый антикоммунист, и что самое главное, он очень любит власть, власть для него, кроме коммунистической, кроме советской власти, это всегда хорошо, дальше неважно какая, значит, царская власть хорошая, Борис Ельцин, первый президент России, это хорошо, и тем более Владимир Путин, это очень хорошо. И вот тут мы подходим к очень важному и очень важному объяснению, почему, значит, наши чиновники так любят этого старца, да, как уже говорилось в вашей подводке, но это человек, с которым общается Владимир Путин. Они виделись как минимум несколько раз, они созваниваются, вот, и дальше, видимо, так уж устроена российская система, политическая, что чиновники тут же начинают тянуться ко всему, что находится рядом с Владимиром Путиным, поэтому как только они узнают, что вот президент проявляет к этому некий интерес, они тут же пытаются к такому человеку на прием попасть, и более того, поскольку каждому чиновнику очень сложно донести с твоей точку зрения до высшей власти, они тут же пытаются его использовать как-то для того, чтобы через этого старца чего-то такое передать своим руководителям. А вот в свете того, что ты сказал о его биографии, интересно было бы у этого старца спросить, не видит ли он корреляции между тем, что происходит во время правления Путина, и тем, что происходило во время правления Сталина? Нет, не-не-не-не, не видит, конечно. Конечно, нет, он наоборот всегда говорит, что, значит, ну, он же человек церковный, он для него, самое главное, как относились к религии в это время, у него есть очень много историй, там, у его семья лично пострадала во время сталинского режима, ну, и понятно, что это была борьба с церковью, борьба с религией, поэтому именно поэтому для него это однозначный минус. А при ныне, при российской власти, начиная с Бориса Ельцина, как он всегда подчеркивает, да, началась наоборот, как бы государство вполне благосклонно относится к церкви, поэтому это, конечно, знак плюс. У него вообще, в плане его отношений там к власти, о нем всегда, я не зря подчеркнул, что он там всегда за власть, вот, например, очень характерна такая история, он очень не любит коммунистов, но при этом почему-то бывший орловский губернатор Вадим Потомский, коммунист, это для него однозначный плюс. Дальше, когда ушел Потомский и сменили там губернатора, прислали другого коммуниста, Андрея Клычкова, он был для него однозначным минусом, он его жестко ругал, вот пока речь шла о его назначении, говорил, как это опасно, выступал с предупреждениями перед избирателями, что не дай бог, орловской земле, вот этого вот коммуниста, как только Клычков избрался, он тут же стал для старца Илья, то есть, когда он стал действующим губернатором, он тут же стал для старца Илья однозначным плюсом. А вообще известно, по каким вопросам с ним Путин советуется? Нет, неизвестно, к сожалению, неизвестно, это, ну, мы же не знаем, о чем Путин говорит с архимандритом, ой, уже митрополитом Тихоном Шевкуновым, да, неизвестно, но это интересная история, мы пытались дать какой-то для себя ответ на вопрос, всем же, что интересно, действительно Путин религиозен или нет. Значит, похоже, что Путин не очень религиозен, он, по крайней мере, был с самого начала, у нас там, как мне кажется, довольно любопытные подробности есть в тексте, ну, например, он там советовался, как ему нужно обращаться к патриарху Алексею еще, и узнав, что надо говорить ваше святейшество, он очень смутился и в итоге не смог произнести эту фразу, да, ну, то есть он человек такой очень, очень, это нормальная реакция, наверное, для человека очень-очень далекого отца. Поэтому, ну, вот как говорят там, в том числе некоторые люди, с которыми мы беседовали, там, скорее, это не он слушает деятелей церкви, а они за ним записывают. Тем не менее, видимо, с возрастом, много лет прошло с тех пор, как он, значит, стал президентом, видимо, Путин это, как минимум, тема стала больше интересовать, и, по крайней мере, беседами с этими людьми он увлекается, конечно. Я, насколько поняла из статьи, все люди, с которыми вам удалось поговорить, вот чиновники, которые общались с Ильем, они в основном спрашивают о своем собственном здоровье, о своей собственной карьере, ну, о каких-то, в общем, личных вещах. А они интересуются вообще судьбами страны? Так я немножко пафоса добавлю. Ну, в основном то, что я слышал, это в основном его расспрашивают, конечно, на личные темы, да, причем интересно, что кто-то считает, ну, другое дело, что тут я только сразу хочу оговориться, мы же точно не знаем, насколько они достоверно пересказывают. Там сторонники Илья говорят, что люди, которые вообще пересказывают разговоры со старцем, они могут их интерпретировать несколько по-своему, да, каждый раз. Но, тем не менее, Иль явно им не отказывает при каких-то пророчествах, а он явно, и, выступая с этими пророчествами перед ними, он явно как бы демонстрирует свое очень глубокое понимание политики, да, он дает советы, ну, с очень точным пониманием того, что происходит и в стране, и в регионе, вот. Да, ну, кто-то разговаривает, действительно, о здоровье очень многие. Я не слышал вот истории, чтобы кто-то к нему приходил, ну, вот именно, что там будет с Россией. Ну, может, Владимир Путин как раз приходит с такими вопросами. Да, потому что он, как известно, женат на Россию, поэтому это для него личное тоже. И, кстати говоря, для старца Ильи это тоже большой плюс отсутствие личной жизни. У нас есть, мне тоже кажется, замечательный источник, который рассказывает, значит, что ему старец Ильи посоветовал отодвинуть от себя одновременно и жену, и любовницу, и как раз привел ему в пример Владимира Путина, посмотри, видишь ли ты женщину вокруг нашего президента, не видишь. Вот, с его точки зрения, это абсолютное благо, когда нет женщины рядом. А сам начал так и учиться учиться, как в анекдоте. Да, да, да. Ну, и последний вопрос, с твоей точки зрения, зачем об этом знать аудитории, вот обычному человеку? Мне кажется, что это очень важно именно потому, что мы должны понимать, кому ходят, значит, наши чиновники, и главное, что, еще раз, эта история абсолютно показывает нам их взгляды, вот, или человек с очень, ну, с такими очень четкими взглядами. Еще раз, это дьявол, это чудо, это любовь к власти, почти любой. И с этой точки зрения, мне кажется, это очень показательно, вот кем интересуется наше руководство. Спасибо большое. Я напомню, что мы говорили с Михаилом Рубиным, одним из авторов статьи «Кремлевский старец», и говорили о том, каким старцем ходят российские чиновники, в том числе и самые высокие российские чиновники. Подробности вы сможете прочитать в этой публикации на сайте «Медиаресурсопроекта». Мы, как всегда, опубликуем ссылку в комментариях. Я, Ксения Туркова, с вами прощаюсь. Мы в ближайшее время, когда выйдет очередная статья «Медиаресурсопроект», обязательно ее обсудим. До встречи.